Есть вещи разумные, есть вещи неразумные. К сожалению, все мы делаем свои ошибки. И ошибки, к примеру, вот мои. Попытка сделать материал в состоянии болезни с правосторонней пневмонией. Также к вещам неразумным я бы отнес попытку прохождения технического осмотра прямо в конце месяца. Потому как, ну, вероятно, это специфика российского человека все откладывать на последний момент. Ну, или в последний ящик. Что же делать, когда, в принципе, все готово? В принципе, есть и кассы, есть и современное оборудование. Ну, давайте об этом сегодня поговорим. Так часто бывает, что торопясь жить, мы реально никуда не успеваем. И кого обвинить в этой ситуации? Начальство, работу? Или сорваться на фирме, служивающей вас? Или обвинить себя, в конце концов? Вот последнее, более актуальное. Живя и не видя объективных вещей, в тот момент, когда время уже упущено, по собственному разглядяйству хочется одного. Спустить пар. Но стоит ли его накапливать? Давайте на примере трех дней работы, пунктов технического осмотра фирмы Подъемник внимательно разберемся. Итак, день первый. Субботний ажиотаж. Пил не новая, поддержанная, и хочу пройти техосмотр, чтобы нормально было, чтобы проблем с гаишниками не было. Скажи, а знаешь, что вот, допустим, в начале месяца очередей на техосмотр практически нет, и во второй половине дня нету. В следующий раз будем такие ошибки совершать? Последний день недели? Нет, не будем. Заранее будем проходить техосмотр. Человек, вы, наверное, опытный, помните, когда приходилось дневать и ночевать на пунктах технического осмотра. Сейчас как? Сейчас нормально. Сейчас вот у них обед пройдет, и очередь хорошо, быстро проходит. Даже в субботу, даже почти в предпоследний день месяца? Вот у меня последний день, завтра последний день, вот пришел проходить нормально, очередь быстро идет. Так, машина достойная, машина серьезная, но несерьезный вопрос. Почему с техосмотром-то затянули маленько? Ни грамма не затянул. Но в последний день же все-таки как-то немножко опасно. Ну, два дня осталось. Ну, бывает, что. А вот то, что больше техпунктов технического осмотра стало, сейчас-то гораздо удобнее? Конечно. Машина в техническом исправном состоянии? Обязательно, это же BMW. Она не может быть неисправной. И даже владелец BMW все-таки вот приходится стоять в очереди, да? Конечно. Потому как знаем, что 15 минут и все готово. Ну, не 15 минут, а час 15, ну, будет готово. Ну, что ж, разумные рассуждения и адекватная реакция. Это уже лучше. Да и мы не славимся изготовлением грязной работы. Да и мы не идеальны. И нам стоило бы приехать и не в обед. Но как только закончилось время, отведенное на отдых, работа закипела. И машины стройными рядами неторопливо, как и полагается, но планомерно, а строгую технику не обманешь, стали проходить технический осмотр. Тут уже никого подгонять не нужно, потому как существует строгий технологический регламент. Надо ли быть умудренным опытом мужчины, чтобы пройти техосмотр? Не надо, мне кажется. У нас есть диагностическое оборудование. То есть, как бы не все блоки проверяются электронно, так скажем. Многие блоки проверяются визуально. То есть, это световые приборы сзади, то есть, подвеска, которая проверяется снизу, которую можно проверить только визуально. То есть, подкапотное пространство. То есть, вот это все проверяется визуально. Но основное проверяется электронным образом. Все передается в компьютер, где сидит оператор, все обрабатывает информацию и выдается диагностическая карта. Если по каким-то позициям неисправно, ставится крестик, человек приезжает на повторную проверку. Приезжая на повторную проверку, ждать не надо, через 2-3 машины мы его запускаем, повторно проверяем. То есть, если у него все исправно, выезжает, мы выдаем диагностическую карту и получает жетон. То есть, сама процедура, благодаря современной технике, это буквально 15 минут? Ну да, где-то около 15 минут. Справедливости ради заметим. Очередное повествование о деятельности фирмы «Подъемник» хотелось начать с другой помпезной ноты. Но зачем помпезность в случае, когда событие просто должно было случиться? Потому что, занимаясь комплексным подходом к прохождению техосмотра, вопрос наличия КАС по приему платежей сейчас уже решен. Ну а о том, насколько это удобно, рассуждать уже не приходится. Факты сами за себя говорят. Сейчас очень удобно, очень удобно, быстро, ну, слов нет, просто нет слов. Сделано просто хорошо для людей, именно для людей сделано. Вот еще бы разгрузить, чтобы вот, как бы, или побольше, что ли, как-то, ну, чтобы, в смысле, а то вот машин много собирается, а так-то здесь-то, в общем-то, здорово сделано. Ну, рецепт, наверное, прост, не тянуть до последнего. Да, совершенно верно, вы, как всегда, правы. И вот день другой, и место другое. И что, опять очередь? Ну, конечно. Опять деньки ж последние, а учиться будем после, а лучше в течение просмотра этого сюжета. Итак, в очередной раз повторимся, любимые и не всегда разумные владельцы транспорта. Не затягивайте прохождение ТО на последние числа месяцев. Ну, возьмите, в конце концов, отгул. И даже если вы очень важный работник, то очень важно не портить себе нервы и не раздражать окружающих. Да и еще, если вы максимально ответственный человек в оплате штрафных квитанций, то проедите с чеком заранее в Центральный отдел ГИБДД. Кучу времени сэкономите. Здесь же время экономить призван Банк Уралсиб. Банк Уралсиб вместе с фирмой Подъемник стал еще ближе к клиентам. И сейчас вот здесь, в направлении озера Соленое, что можно сделать? В нашей кассе клиенты могут проплатить непосредственно за техосмотр, государственную пошлину за прохождение техосмотра и штрафы. То есть все платежи, которые связаны с вашим автотранспортным средством, вы в качестве Банка Уралсиб берете на себя? Да, конечно. То есть сейчас нет необходимости бегать куда-то и забыв квитанцию, рвать на себе волосы, достаточно сделать все. Хорошо. А вот, допустим, такая услуга, как заполнение квитанции. Квитанции-то уже готовы? Да, квитанции готовы. Клиентам нужно написать только свою фамилию и адрес. Да, кстати, пока мы мило беседовали, те, кто не верил в возможность пройти ТО, очень быстро разочаровывались. Потому как каждый пункт технического осмотра фирмой Подъемник в случае крайней необходимости может продемонстрировать впечатляющие темпы. Но, господа, не забывайте, за техникой сидят люди. А учитывая строгость и ответственность при заполнении документов и осмотре вашего транспортного средства, войдите в положение. Ведь часто случается, что ошибаться при подготовке документов приходится вам. Мы нашу грузовую линию, вот грузовиков поменьше, и стараемся принять всех с очереди. То есть все те, кто вот там вот в очереди стоят, сегодня пройдут обязательно техсмотр? Да, должны успеть. Ну и третий день и третье ПТО, что на электросети 31. И совершенно другой результат. Нет, машины есть, они проходят ТО с тем же качеством и так же планомерно. И касса Урал-Сиба здесь тоже запущена. Но почему нет очереди? Правильно, в понедельник. Хотя и конец месяца. И в третий, последний раз напомним. Откладывая на последний день столь важную, Хотя и совершенно несложную в случае исправности транспортного средства и подготовленных документов процедуру, вы разрушаете прежде всего ваши нервные клетки, которые с большим трудом восстанавливаются. Но в процедуре прохождения ТО, к сожалению, могут возникнуть и осложнения по независимым от вас обстоятельствам. И с ними здесь призвана бороться фирма «Эксперт». Еще недавно, помнится, посмотрели мы на очереди. Сейчас очередей вот сегодня, в понедельник, уже нет. Но частенько мы видим, что человек приехал на техосмотр и что-то неисправлено. И задает банальный вопрос. А сделать-то где? Теперь сделать можно здесь. То есть, какая была основная цель? Ну, то есть, как бы это, мы цех открыли, то есть, взяли, взял его в аренду. Ну, как бы вот людям, допустим, да, вот, некоторые люди, да, вот, задают такие вопросы. А куда ехать? А что и как делать? То есть, как бы, вот, я думаю, считаю, что для людей это будет очень удобно. То есть, заехать после техосмотра там было, ну, людям могут, допустим, как бы там, ну, тормоза на машине есть, да, а некоторые там, ну, там, может, прокачать надо просто там, допустим, там, или фары там подрегулировать, карбюраторы там подрегулировать. То есть, они сюда спокойно могут заехать, все это сделать, отрегулировать. То есть, не настаться там по всему городу, там, искать или там, сделают ему, не сделают. То есть, это, вот, нормально, ненормально. То есть, сюда люди заехали, все, я им исправил. Если, то есть, как бы невозможно, невозможно, то есть, там, как бы для народа никакого обмана, ничего, то есть, все по-нормальному, все делается, все ремонтируется. Ну, и также тут мы можем предложить любые услуги, также, там, по ремонту двигателей, ходовой, коробок, там, вот, то есть, у нас оборудование есть под шиномонтаж, балансировку и так далее. Ну, как бы, людям, я думаю, с ремонтом можем, там, с любым помочь. То есть, во время ажиотажного спроса на шиномонтаж приезжайте сюда? Ради бога, ради бога, приезжайте, без проблем. Ну, нас смотрят не только жители города, а жители и окрестностей. Мы знаем, что к Манитогорску сейчас относится и Агаповский район, поэтому даже жители Агаповского района прекрасно знают, что приехал сюда на электросети 31. Ну, даже если у него что-то там застучало, ну, бывает такое, шаровое, допустим, его можно легко поменять. Да, без проблем. Ради бога, пускай приезжают. Ну, что ж, есть несколько путей оптимизации прохождения технического смута. Кто-то предлагает обязать к этому сервисный центр. Кто-то страховые компании. Самые опытные арендуют помещение рядом с пунктом прохождения технического осмотра. Оборудуют его всем необходимым для краткосрочного ремонта. И одно из главных оборудований – это умелые руки. И вот вам комплекс, где не хватает разве что шашлычной и места отдыха клиентов. Но это уже следующие этапы развития. Ну, что ж, ни тени сомнений, ни тени иллюзий. Другой день – другая обстановка. И вот смотрите, понедельник, еще даже конец месяца, всего 30 июня, и никого нет. Ну, точнее, есть небольшое количество людей, которые гарантированно и 100% без нервотрепки сегодня пройдут технический осмотр. Пройти технический осмотр сегодня вообще не существует проблем. Потому что заплатить можно и здесь, на электростих-31, и в сторону выезда из города, как в направлении Челябинска, так и в направлении озера Банна. Все, пожалуйста, сделано для вас. Поэтому удобство, комфорт и это – новые отношения к прохождению технического осмотра.